Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как не реагировать на оскорбление мужа, на его жизнь, поведение? Такой у нас довольно-таки короткий получается вопрос. И в нем, конечно, как мы можем видеть, довольно мало информации. Содержится, вот, потому что не совсем ясна история. Как мы знаем, история играет очень важную роль в взаимоотношениях между людьми. Вот, поэтому, значит, в первую очередь, человек реагирует на оскорбление, когда они его задевают. Это первый, первый такой важный момент, на который нужно обратить ваше внимание. То есть, получается, что супруг говорит вам что-то, что вас задевает. Значит, в первую очередь, нужно понять здесь, как и чем вас задевает то, что говорит супруг. Задевает, как правило, то, что является в целом проблемой. Проблемой, я имею ввиду, проблемой для человека является. То есть, если сказать, допустим, если сказать человеку, например, что он дурак, да? А вот, к примеру, если сказать человеку, что он дурак, то, вероятно, его это заденет. Нужно понять, чем вас задевает то, что говорит вам ваш муж, чтобы вы для себя выработали к этому отношения. Вот. На мой взгляд, вся проблема заключается в том, что вы не выработали отношения к тому, что вам говорит ваш муж. Вот. По сути. Ну, просто не выработали отношения. Готовы вы. Отношения нужно выработать, и когда вы его выработаете, вам будет значительно легче. Вот. Сейчас вам тяжело, вот так как вам тяжело, именно потому, что вы не выработали отношения. Это, пожалуй, первое, первое, первый такой важный момент, на который хочется обратить ваше внимание. Отношения. Вам надо сформулировать свое отношение к тому, что вас задевает. Дальше. Признать, как бы это тяжело не было, что в том, что вас задевает, есть некоторый элемент согласия вашего, то есть вы соглашаетесь в чем-то со своим супругом, если вас задевает то, что он говорит. Да, это, это может быть неприятно, это может быть тяжело, это может быть некомфортно для вас. Но, это правда. Это, к сожалению, правда. Вот. Поэтому, ваша задача увидеть то, в чем вы согласны со своим, значит, вот с супругом. Как бы вам неприятно это не было, пока вы боретесь с этим, я бы сказал, что ничего не изменится, пока вы с этим боретесь. Вот. Вы просто, по сути, боретесь с витринными мельницами. К сожалению. Вот. И всё. То есть это просто борьба с витринными мельницами. К сожалению. К сожалению. Вот. Ну, как бы, брать на это в своё время, да, на мой взгляд, не стоит. Дальше. Следующий момент. Для чего? То есть, если вы, ну, говорите, что вам вот не хочется реагировать на поведение вашего мужа, то, если вам не хочется реагировать на поведение вашего мужа, то нужна цель. Для чего? Вот. То есть, какая конечная цель у этого? Удалось, что вы на него не реагируете. На его поведение, ну, на его поведение. Вот. Вот. А пока цели нет, и если цели нет, это выглядит, ну, вот, довольно-таки слабо реализуемо. Потому что у вас будет такое ощущение, у вас будет такое чувство, и довольно справедливо, кстати, будет это чувство, что так будет в свою жизнь, что конца нет. Понимаете? Что вот всегда так будет. Больно ли это? Да, очень. Тяжело ли это? Да, очень. Тяжело ли это? Да, очень. Это очень тяжело. Так жить. Понимаете? И отсюда ваша злость, ну, какая-то, да, отсюда ваша какая-то злость идёт. Что, в принципе, логично. Дальше. Судя по тому, что вы говорите, я предполагаю, что вы от своего мужа зависимы, потому что вам что-то в нём не нравиться, вот, а уйти вы не можете от него. Отсюда желание как-то вот, ну, дистанцироваться, да, не разговаривать и так далее. Вот. Опять же, это позиция жертвы. Если вы как бы соглашаетесь с тем, что уйти от своего супруга, да, вы не можете, если вы соглашаетесь с этим, если вы, ну, как-то вот, что, не знаю, признаёте это, да, что не можете вы никуда деться от супруга, ну, на данный момент, например, то эта история про нежелание, ну, про вашу нежелание, признавать свой выбор. Потому что не уходить от супруга – ваш выбор. Вот. Конечно, это сложно признать, потому что наверняка с таким выбором вы как-то не слишком согласны. вот. Я более чем уверен, что вы не согласны с таким выбором, да, не согласны с тем, что, ну, что ваше это решение. Наверное, хочется вам кого-то обвинить. Обвинить, конечно, можно. Можно, можно обвинить. Вот. Но только ни к чему это не приведёт, кроме, ну, кроме какой-то неудовлетворённости. Вот. Это вообще ни к чему не приведёт вас. Вот. Поэтому нужно признать свой выбор. если вы решили, допустим, не уходить от своего мужа, да, если вы решили, что будете с ним, ну, например, например. Вот. И дальше уже смотреть. Зачем, для чего, как, почему и так далее. То есть как-то вот в этом направлении работать. Ну и последнее. Реагировать. Вы будете до тех пор, пока у вас будут, ну, как бы, силы. на эту реакцию. Вы будете реагировать до тех пор, пока у вас будут силы. туда. Иными словами, ваша задача заключается в том, чтобы свою реакцию перенаправить на что-то другое. Конечно, вопрос здесь заключается в том, на что. то есть на что, куда направить реакцию, если её направлять. не всегда это понятно бывает, ну, с первого раза. вот. Да и со второго, может быть, тоже. Вот. у вас есть энергия. Энергии, по-видимому, много у вас. Вот. Ну, какой-то такой, определённой энергии, скажем так. И вы её направляете туда, куда можете направить. Я бы просто пытался заметить, куда ещё вы могли бы направить свою энергию. Ну, на что ещё вы можете её направить? Ваши ресурсы для этого имеются. Для того, чтобы так сделать, ресурсы имеются. Задача только это заметить. Ну, и последнее, о чём я хочу сказать, наверное, это о том, что вам больно. И, коль вам больно, то боль, на мой взгляд, лучше прожить, а боль лучше проживать, а боль лучше не зажимать в себе. Чем лучше вы это сделаете, то есть, чем больше вы в этом преуспеете, тем качественнее будет для вас. тем лучше будет для вас. То есть, вы будете себя лучше чувствовать. Вот. Психолог вам может в этом помочь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.